Новый тренд органической земледелии развивают в Кличевском районе. Здесь даже придумали свой особенный праздник – День червяка. Инициатором стали при поддержке местных властей новые фермеры, которые не просто проповедуют, но притворяют в жизнь принципы экологически чистой пищи. Лук и огурцы в теплицах выращены вообще без химикатов, но с помощью биогумуса – удобрения, созданного дождевыми червями. Есть ли перспективы у органик-фуд на Могилевщине? Мы попытались выяснить. Червяк хороший. Почему ты так думаешь? Потому что они удобряют землю. День червяка на Кличевщине. Второго такого праздника в Беларуси нет. Маленькой деревеньке Константов, где есть фермерское хозяйство, таким образом поддерживают идею органического земледелия. Главный герой праздника здесь – это его зимник. Осенью было сюда заложено листва, ботва, органические отходы. И вот, смотрите, они превращают эти отходы в высококачественный биогумус. И это удобрение идет на выращивание продукции, которую позиционируют как органик-фуд. Да, огурцы здесь можно есть прямо с куста, не боясь вредных химикатов. Здесь говорят, фастфуды наелись и ароматизаторов, и подсластителей, и поняли. Нет ничего лучше домашней продукции, выращенной на органике, а не на химии. Понимаете, задача заинтересовать молодежь, детей, внуков. Это самое главное. Если они будут заинтересованы в этом, мы будем дальше развиваться не в химии, а будем развиваться в здоровье. Так что День червяка, в общем-то, и придуман для детей. Для них игры и увлекательные квесты, где нужно проявить смекалку и ловкость. Но при всем веселье школьники на Дне червяка представляют свои экологические проекты и, кажется, с червяками уж точно на ты. Он перерабатывает всякие там отходы и делает почву богатой. Новый проект в Кличеве, который поддержала ПРООН, тоже касается червяков и земледелия. Для частного сектора закупят две сотни вермиконтейнеров, где черви превратят растительные отходы в органическое удобрение, причем быстро, за два месяца. Каждый занимается, большинство, и вообще это хобби, иметь свою грядку, на которой свежий огурчик с утра сорвать, помидорчик. Кличевский район – чистые леса, болота, грибы и ягоды. Но и продукция органического земледелия может стать доходной фишкой. И мы рассчитываем на эту продукцию, которая будет стоить дороже. И в последующем хотим получить сертификат органического земледелия и организовать экспортоориентированное сельское хозяйство. Фермеров, которые отказались от использования минеральных удобрений, пестицидов и гербицидов, ГМО, антибиотиков и гормонов, немного, даже в масштабах страны. Потому что выращивать продукты по органическим или близким к ним технологиям непросто. Урожай не самый большой, себестоимость продукции больше и далеко не все люди ценят органическую пищу. Отдают предпочтение тому, что дешевле. Но интернет-магазины, где предлагают эко-еду от фермеров и импортную органик-фуд, в основном орехи, зерновые и растительные масла в Беларуси уже есть. Не дешево, но полезно. Так пропагандируют свою продукцию. В лаборатории университета продовольствия идет приготовление и дегустация. Здесь считают, что каждый день еда может быть вкусной и полезной. Вкусно. И полезно, наверное. И полезно. Использовали орехи в данное блюдо, шарлотка, использовались те же яблоки наши белорусского производства, использовались сухари, использовались наши белорусские. То есть даже десерты не чуждые экологически чистой еде. Но в строгом научном смысле органическая пища – это выращенная и произведенная вообще, без всяких удобрений и добавок. Условно говоря, посадили, зерно выросло. Курица, значит, гуляет сама по себе и ищет еду. Так что лейбы эко и био на продуктах – условность для специалистов. К сожалению, у нас в Беларуси на сегодняшний момент отсутствует законодательная база по органическим продуктам питания. Для того, чтобы получить такую лейбу, такой знак, необходимо продукцию подвергнуть тщательному комплексному исследованию. На сегодняшний момент, к сожалению, это невозможно. На рынке органическую пищу называют свойской. Живу я в деревне Бракова Могилевского района. У меня во дворе есть семь коров. Торгую я своей молочной продукцией, что является экологически чистой. В глянцевых овощах наверняка будут добавки, которые продлевают срок хранения, повышают твердость и улучшают цвет. Поэтому главный совет от ученого – растите органик-фуд сами. Многие дачники выращивают абсолютно натуральную, здоровую продукцию. Они знают, что они посадили, чем они удобряли, чем они обрабатывали. Безусловно, это продукция та, которой можно доверять. И помните, внешний вид и самочувствие людей во многом зависят от того, что они едят.